Здравствуйте! В эфире Электрогорское телевидение. Сегодня наша страна отмечает День воинской славы России. День полного освобождения советскими войсками города Ленинграда от блокады немецко-фашистских оккупантов. Поздравляем вас с этой великой годовщиной! Предлагаем вашему вниманию выпуск новостей. Начнем с региональных. Автоколонна МЧС России с гуманитарной помощью для жителей Донбасса отправилась из Подмосковья в Ростовскую область. Об этом сообщили в пресс-службе министерства. Колонна вышла из Ногинского спасательного центра около 6.00 по московскому времени. В пути она сделает остановку в Воронеже, после этого проследует в Ростовскую область. Туда же прибудут автомобили с грузами из других регионов. Уже в Ростовской области будет сформирована 12-я колонна с гуманитарной помощью, которая доставит в Донбасс продукты питания, медикаменты и предметы первой необходимости, сообщили в МЧС. Начиная с августа 2014 года, 11 колонн доставили в Донецкую и Луганскую области, пострадавшие в ходе вооруженного конфликта на Украине, около 15 тысяч тонн гуманитарных грузов. В основном это продукты питания, медикаменты, стройматериалы и предметы первой необходимости. В Подмосковье провалились попытки продать крымские овощи и фрукты. Первые поставки овощей и фруктов в Московскую область оказались глубоко убыточными, сообщил в Совете министров Крыма предприниматель Денис Киселев. По его словам, решено организовать собственную сеть розничных продаж. Пока искали подходящее предложение, начали поставлять крымские овощи и фрукты на территорию Московского региона. И потерпели полное фиаско. Потеряли очень много денег, сообщил Киселев, слова которого приводит Крыминформ. Он пояснил, что причинами неудач и попыток стали сложная логистика, короткий срок хранения овощной и фруктовой продукции из Крыма, а также неверие потенциальных покупателей в подлинность товара. После ряда неудач, по словам Киселева, было принято решение начать поставлять продукцию крымских товаропроизводителей в формате сети магазинов «Крымское подворье». С сентября прошлого года опробовали разные форматы и в итоге пришли к формату 150 квадратных метров, где можно максимально представить крымскую продукцию, заключил предприниматель Киселев. А теперь к новостям нашего города. В понедельник 26 января состоялось открытие в Электрогорске гемодиализного центра. Подробности в нашем репортаже. В Электрогорске по всем стандартам и с помощью новейших технологий построили центр гемодиализа. На реконструкцию почти полностью разрушенного здания ушел год. В новом центре будут работать квалифицированные специалисты, врачи-нефрологи и специально обученные медицинские сестры. На данный момент фирма «Гальмет» поставила 15 единиц оборудования, которое позволяет выделять из крови низкомолекулярные и среднемолекулярные вещества. В дальнейшем планируется закупить еще 5 единиц. Это новейшее оборудование «Формула-2000», которое, помимо процедур гемодиализа, производит двойную очистку крови. Сейчас отделение открылось, и очень удобно для пациентов. Это в шаговой доступности. Они из дома спокойно дойдут, не привязаны к транспорту. Пришли, получили процедуру и пошли домой. Процедуры очищения и фильтрации крови с помощью специального аппарата искусственной почки проводят три раза в неделю. На каждую уходят по 4 часа. Теперь жителям города с почечной недостаточностью не придется ездить в Павловский посад или Москву, как это было ранее. У нас есть больные в нашем городе. Это серьезная, большая, огромная проблема. Если взять в масштабах области, это сотни, возможно, даже тысячи человек. И эта процедура необходима еженедельно, несколько раз в неделю. Она очень такая трудоемкая, затратная. И, конечно, доставлять наших пациентов в другие города – это и по времени, и мучения огромные для самих больных. Поэтому то, что сегодня нам удалось построить путем наших инвесторов, замечательной компанией «Гольмед», да, и видите, какой результат совместной работы – это большая победа и большая удача. И, конечно, счастье для наших пациентов. Центр будет принимать пациентов не только из Электрогорска, но и близ лежащих городов – Ногинска, Электростали, Орехово-Зуево и даже Балашихи. Всего гемодиализный центр при наличии 20 аппаратов сможет принимать около 120 человек в неделю. С новостями спорта вас познакомит Анна Шивалина. 25 января на спортивной площадке главной территории предприятия «Эколаб» состоялись игры открытого Кубка главы городского округа «Электрогорск» по зимнему мини-футболу. Во втором туре встретились команды «Вымпел», «Филимонова», «Дюсш» и «Эколаб». Игра между командами «Вымпел» и «Филимонова» закончилась со счетом 3-2 в пользу электрогорских футболистов, а команда «Дюсш» уступила команде «Эколаб». Счет 1-2. Игры третьего тура пройдут 1 февраля в 13.00 на спортивной площадке главной территории предприятия «Эколаб». 25 января команды юношей и мальчиков «Вымпел» выезжали на календарную игру первенства в Московской области по хоккею шайбой в город Химки. Где встретились с командой «Медюсш»? Всего доброго! Увидимся на ТВЛ. До свидания!